Школа номер 6 была открыта в 30-е годы прошлого столетия. Первоначально она располагалась на улице Красной, затем на территории второй школы. Здание, в котором образовательное учреждение находится сейчас, было построено в 1959 году. Позже появился третий этаж и пристройка. Серьезного капитального ремонта здесь не проводилось ни разу. На втором этаже до сих пор сохранился паркет, положенный при строительстве. Капитальный ремонт в целом здания не проводился. В основном делали косметический ремонт, участвовали в различных программах и очень помогали нам родители разных времен, для того, чтобы можно было улучшить и облик внешний, и условия для обучения детей. Требуют, конечно, замены и система водоснабжения, и система электросвещения, потому что в проводку добавляются новые оргтехники, компьютеры и всевозможные другие современные технические средства. И нагрузка ложится на электрическую сеть, и, конечно, нужно ее менять. Также отопление. Одна из самых больших трудностей, с которыми сталкивается руководство школы и педагоги – нехватка кабинетов. Пришлось даже в учительскую занести парты. Теперь там проводятся уроки родного языка. По нормативам здание рассчитано на 650 детей, но учатся здесь более 1100 школьников. Район, в котором расположена шестая школа, растет быстрыми темпами, вводятся в эксплуатацию новые жилые дома. К тому же отдать детей именно сюда стремятся и горожане из других микрорайонов. В учебном заведении довольно сильный педагогический коллектив. Коллектив стабильный. У нас нет такой текучести кадров. Работает стабильный, работоспособный коллектив. 64 педагога на сегодняшний день. Имеют, соответственно, подготовку квалификационную. Проходят курсовую подготовку. Естественно, стараемся определенные традиции, успехи, которые достигли, не только сохранять, но и приумножать. Школьники учатся в две смены. В классах в среднем по 32 ребенка. Из-за переполненности нет возможности организовать группы продленного дня для первоклассик. В этом учебном году пришлось открыть дополнительный первый класс. Сейчас в школе их пять. И план по набору на следующий учебный год уже почти выполнен. Набор на учебный 2022-2023 год у нас начался, как и по всей стране, 1 апреля. Мы на сегодняшний день планировали планово 100 человек. То есть четыре первых класса. Дети – это все, которые с территории нашей школы, которая закреплена за нашей школой. И по российскому законодательству, то есть семейный кодекс. Если старшие дети учатся в этой школе. Сегодня мы уже практически завершаем набор. Набрали 98 человек. Возведение нового корпуса на 400 мест позволит, во-первых, перейти на односменное обучение, во-вторых, даст больше возможностей для внеклассной работы с детьми. Планируется, что строительные и ремонтные работы начнутся в 2023 году. И педагоги, и родители ждут этого с большим нетерпением. Мария Клокова, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Продолжение следует...